Три фразы, которые трудно сказать партнеру. Три фразы, которые трудно сказать партнеру. В своих партнерских отношениях мы часто ссоримся из-за того, что не способны, не умеем выражать базовые уровни наших эмоций, претензий, требований к поведению друг друга и так далее. Три фразы, которые трудно сказать партнеру. Помоги мне, я так нуждаюсь в тебе. Если бы эта женщина под влиянием своей обиды вместо привычной негативной реакции на отсутствие внимания со стороны мужа смогла бы начать с откровенных слов о себе, ответ его, скорее всего, был бы иной. Но когда партнер не сдерживает, например, свое обещание, срывается до оскорблений в ссоре, не покупает то, что обговорили, забывает приехать в назначенное место, внезапно меняет совместные планы на выходные и прочее, часто из-за возникающего чувства вины он не в состоянии сказать просто. Да, все это так, мне очень жаль, но что я могу сделать сейчас в качестве компенсации? И более того, глядя в обиженное или даже рассерженное лицо жены, способен лишь ответить встречным обвинением. Ты сама и виновата. Есть три вещи, которые нам сложнее всего вовремя сказать нашему партнеру. Я тебя люблю, мне очень жаль, помоги мне. Эти такие короткие, простые фразы сложны тем, что говорят о нашем самом глубоком, искреннем и уязвимом состоянии, открывает наше естество. А мы не уверены, допустимо ли такое. Часто ли в детстве мы слышали эти слова от родителей, обращенные ими друг к другу? Для многих слова про любовь были частью неосознаваемого упрека, скрытой манипуляции. Я же тебя люблю, поэтому ты, мол, обязан. Для кого-то «я тебя люблю» звучало только в традиционном контексте «мы тебя очень любим» – поздравительная речь в офисе на день рождения. Нечасто ребенок мог слышать эту фразу и от родителей, когда они говорили ее друг другу. Мне очень жаль. Слова раскаяния, осознание того, что совершенное непроизвольно или случайно сказанное тобой, на самом деле неправильно, не то, что следовало бы делать и говорить, и что такое не в твоих правилах вообще. Гораздо более распространен вариант, которому учат детей. Проси прощения. Извини меня, казалось бы, синоним выражению «мне очень жаль». Разница лишь в том, что «извини» – глагол повелительного наклонения, и с его употреблением один человек как бы дает указание другому простить его. То есть речь идет не столько о самом по себе раскаянии, сколько о требовании простить. А если я не могу простить сейчас, если меня переполняет столько всего разного? И это становится уже проблемой для обиженного человека. Прощение же попросили у него. Еще более искаженный вид принимает фраза «извини, но». Человек же извинился, то есть поступил правильно, как в детстве учили. Дело только в этом «но», который мало того, что отменяет «извини», так еще добавляет перечень того, что все это произошло по вине самого обиженного. Другими словами «извини» – здесь лишь фигура речи, пустая фразеология. Истинного раскаяния нет и в помине. Зато попытка скрыть свое чувство вины, плохо переносимое многими, налицо. «Я же извинился, чего тебе еще надо?» Как бы исходит от партнера. А его визави – испытывать травмирующую его смесь вины, непонимания и горечи. «Помоги мне, я нуждаюсь в тебе», – папе говорила мама. «Не вспоминается?» Многих из нас растили женщины, которые считали постыдным просить помощи. «А муж? Что муж? Он же сам должен понимать, что нужно делать. Это же его дети, его дом. Почему это я должна его просить?» Еще и говорить, что нуждаюсь в нем. Просить о помощи для многих, как признание в своем бессилии неполноценности. Сказать открыто, что нуждаешься в помощи партнера, о чем бы ни шла речь, о моральной поддержке, материальной или физической помощи, еще о чем-нибудь – страшно. Вдруг откажет, вдруг поймет, что я завишу от него и будет это использовать, вдруг посмеется, отвергнет. Все те же чувства, которые возникали у нас, когда мы были детьми. Когда крайне уязвимые и зависимые мы не получали от своих родителей того, в чем нуждались. Потому что должен сам справиться. Потому что некогда. Потому что маленький, что ли. Потому что ведь ты пацан или тряпка. И остается ждать, когда другой догадается. А если не догадается, то получит уже некую взрывоопасную смесь из той же обиды, раздражения, упреков, требований и неприязни. Я люблю тебя. И в полной мере ощутить теплоту своего открытого сердца. Мне очень жаль. И остановись желание перечислять, от чего не вы, другой якобы виноват содеянным вами. Помоги мне. И верить, что другому важно знать, что он нужен вам и что вы сами нуждаетесь в нем. В заключении можно еще раз сказать, что союз с партнером по жизни в значительной степени зависит от нашего же воспитания. Родителями, у которых посчастливилось родиться. Или теми, про которых говорят, что родители не выбирают. В любом случае, родители есть родители. Мы их любим и они любят нас. И в конечном счете, все зависит от нас самих. Так что будьте осмотрительны при выборе партнера. Не позволяйте легковерию, недомысливию и обыкновенной глупости завладеть вашим неопытным сердцем. Приложите максимум усилий, чтобы стать надежным любящим партнером для вашего избранника на всю жизнь. Любите сами и будут любить вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо.